Германия снова внесла Австрию список зон с высоким распространением коронавируса. Затронуты и популярные горнолыжные курорты. Теперь по возвращению из Австрии непривитых путешественников ждет обязательный карантин – 10 дней в изоляции. Только после пятидневного карантина можно сдать тест на коронавирус и закончить карантин досрочно при условии отрицательного результата. Институт Роберта Коха в ФРГ сократил срок действия статуса переболевшего коронавирусом до трех месяцев. По истечении этого времени рекомендуется вакцинация. Ранее глава Минздрава Карл Лаутербах выступил за троекратную вакцинацию из-за штамма Omicron. Своё предложение он основывает на выводах ученых из разных стран мира. Исследователи считают, что у трижды привитого человека в любом случае будет защита, какая бы новая мутация коронавируса не появлялась. К другим темам. Deutsche Bahn нанимает тысячи новых сотрудников. В Германии из-за пандемии коронавируса резко сократилось число предложений для начинающих работников. Поэтому компания хочет нанять таких специалистов самых разных направлений и самостоятельно подготовить нужные кадры. 19-летний немец из города Динкельсбюль взломал 25 автомобилей Тесла. Парень дистанционно смог получить доступ к геолокации машин в Европе и даже в Северной Америке. Он контролировал двери, окна, фары, авто, включал и выключал музыку, охранный режим и даже заводил двигатель. Любопытно, что в это же время Илон Маск сообщил, что посетит Германию в середине февраля. По некоторым данным, визит предпринимателя может быть приурочен к официальному запуску производства Тесла в Берлине.